Всем привет! Сегодня новая неделя, сегодня 16 сентября. Все мое утро ушло на редактирование влога и уже сейчас час дня. Я такая, почему так быстро время пролетело? Сейчас пойду в зал, быстро схожу в зал, потом я собиралась пойти по магазинам, посмотреть вещи. И сейчас я хочу пойти отдать эти вещи. Вчера я прибиралась, организовывала все, очень много вещей, которые я уже давно не ношу или я хочу отдать. Почти всегда я сосредотачиваюсь на чем-то одном и забываю обо всем другом. Забиваю, вот в буквальном смысле. Я захотела сходить по магазинам, посмотреть что-нибудь. Я схожу в один молл, покажу это место для вам. Мне нравится, там есть манго, там есть один из самых больших H&M. Вечером я встречаюсь с друзьями. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Всем привет! Сегодня сейчас вторник. Я недавно пришла после зала. Я себя еле как заставила пойти в зал. У меня обычно по вторникам было много пар. Три пары где-то. Получается, на прошлой неделе сказали, что не нужно приходить на третью пару. И он у нас будет всего лишь пару раз, не знаю, за семестр. Из-за этого я не ходила по вторникам в зал. И сегодня мне было так лень. У меня такой спор в голове происходил, типа, какие у тебя сегодня отговорки будут, чтобы не пойти? Я не нашла веских причин, чтобы не идти. Хотя одной из причин было то, что ты и так ходишь каждый день в зал. В итоге я поняла, что веских причин не идти в зал нету, поэтому я сходила. Сейчас пришла, вот в душ сходила и чувствую себя нереально классно. Я никогда не жалею, если я иду на тренировку. И сейчас я это делаю больше ради этого чувства, которое оно мне дает. Вот после тренировки это как... Я себя очень классно всегда чувствую. Сейчас уже, в принципе, вечер. Я хочу сейчас идти и взять себе салат. В этом году нам повезло с учительницей по грамматике китайской. У нас грамматика китайская с первого по четвертый курс, она у нас всегда будет. И это один из самых важных предметов. В этом году нам повезло с учительницей. Очень интересно пары проходят, чего не было в прошлом году. Я просто умирала на парах. Учительница очень требовательная, дает даже немножко расслабиться. Понимаю, что я хочу чуть-чуть больше уделять вниманию китайскому. Позанимаюсь немножко китайским, почитаю книжку, подготовлюсь на завтра. Так проходит вторник. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 DimaTorzok ДimaTorzok 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 DimaTorzok 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 бренды в Китае. Было интересно, особенно когда я сейчас заинтересуюсь уходом за кожей, это была очень полезная информация для меня. Всем привет! Сегодня уже воскресенье, я не особо снимала вчера, позавчера, эти дни я не особо снимала, но хотела бы поделиться своей мыслью, то, что я в эти дни недавно я думала о видео с Адгуру, я оставлю, если найду, я оставлю это видео внизу, про то, где он рассказывал. Он рассказывал про своё тело, про сознание, он это говорит как механизм, в первую очередь, как важно уметь контролировать и знать, как работает весь этот механизм. И это должно быть самой главной задачей в жизни, и уже только потом, как переходить ко всему остальному. К чему я это вспомнила? После всех наблюдений, когда ты начинаешь наблюдать, как ты себя ведёшь в разных ситуациях, то ты уже знаешь, что от себя как бы ожидать. Особенно в моём случае это был ПМС, то после всех этих наблюдений я уже начала замечать, как я себя чувствую в первую фазу цикла, потом как это меняется во вторую фазу цикла. Что теперь, когда я знаю, как я на это всё реагирую, то мне уже легче как-то контролировать себя. Не то, что контролировать себя, а то, что я знаю, почему это происходит, и уже как-то более терпимее относиться к себе. Когда я что-то делала, то, что очень сильно выводило меня из себя, я такая, это не ты, это не ты, это происходит из-за этого, всё нормально. И эта неделя довольно-таки для меня напряжённая была в плане эмоциональном. Чуть попозже я пойду на йогу, в принципе, потом у меня будет опять по работе встреча, и после этого, в принципе, всё. Больше никаких планов нету. На этом неделя закончилась. Увидимся в следующем влоге. Спасибо вам большое за просмотр. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!